Честно говоря, я даже боюсь смотреть назад. Господи, зачем мы сюда полезли-то? Кажется, что земля, но на самом деле лёд. Все дикие кабаны. Прямо возле меня вон одного видно даже. Я заблудился. Я не пойму, куда идти. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы с вами поднимемся по Таракташской тропе на вершину плато. Сегодня тропа будет максимально сложная, потому что в горах выпал снег. Она очень скользкая. Я надеюсь, что я сегодня справлюсь и поднимусь на плато. Покажу вам эти обледенелые сосны, друзья. Выглядят они просто бесподобно. Я видел только фото. Сегодня хочу сделать это на видео. Начнём мы свой путь от водопада Учан-Су. Мы уже находимся над ним. Именно отсюда начинается Таракташская тропа. И идёт в горку. Ровно в горку. На улице сегодня, к сожалению, пасмурная погода. Но это нас тоже не остановит. Зато посмотрите, какие прекрасные здесь есть смотровые площадки. Открывается вид на всю Ялту. Находятся они вот так, над обрывом. В общем, замечательная погодка. Люблю такую погоду. Но, конечно, для камеры не очень хорошо, потому что не хватает солнца. Ладно, не будем терять времени. Отправляемся на вершину. По пути буду вам показывать всё самое интересное. Погнали! Весь наш маршрут будет лежать через сосновый лес. Это, друзья, корабельная сосна. У нас, смотрите, достигает высоких размеров. И раньше из неё делали корабли. Лес, конечно, здесь шикарный. Так, давайте всё на край встанем. Конечно, не повторяйте то, что я делаю в своих роликах никогда. Потому что это вам точно не надо. Смотрите, какие высокие сосны. И видите, все их ветви направлены в сторону моря. Потому что там, в той стороне, встаёт солнце. И ветки тянутся к солнышку, чтобы набраться его энергией. Тропа ведёт вверх. По вот этому скону нам нужно подняться. Видите? Довольно-таки сложно, когда снег здесь идти. Потому что очень скользко. Я, кстати, сегодня, как порядочный гражданин, оформил пропуск на прохождение этой тропы на сайте заповедный Крым. Обошёлся мне в 150 рублей. Чтобы вот так пройтись и показать вам этот маршрут. Но, честно говоря, цена адекватная. Моя природа здесь интересная. Мне нравится. Помню времена, когда я здесь ходил ещё бесплатно. Смотрите, какой склон. Вон там, кстати, внизу протекает река у Чансу. И, собственно говоря, там уже водопад. Лес, конечно. Но это лезь здесь ещё обычный, друзья. Здесь у нас такая осень, переходящая немного в зиму. Наверху будет настоящая снежная, холодная, ледяная зима. И мы движемся именно туда, в этот холод. Вон, видите, вершины белые какие. Сам маршрут обозначен вот такими отметками. Видим красная полоса. А это нам говорит о том, что тропа действительно сложноватая. Поэтому рассчитывайте свои силы. Сможете вы по ней пройти или нет. Поднялся ещё на одну смотровую площадку. Чем выше подымаешься в горы, тем становится больше снега. Но виды, которые открываются, посмотрите на этот лес. Так, главное, нам тут не упасть. Видите, вон вдалеке стоит гора. На ней находится крест. Это Ставрикая. Если вы пойдёте по Боткинской тропе, вы попадёте на ту скалу. Я туда уже неоднократно ходил, показывал вам. И сегодня там снега сейчас нет. Поэтому решил пройти по утороктажской тропе. Чтобы показать снег и ледяные сосны. Смотрите, какая красота. Вон у нас вдалеке на фоне видно море и город Ялта. Вот настолько мы отдалились сегодня уже от Ялты. Но это даже не полпути. Это только начало нашего пути. Впереди ещё нас ждёт сложная дорога. Иду совсем один среди такой красоты, среди этого соснового леса. Здесь пока ещё тихо, особо ветра сильного нет. Только слышно немного, как он шумит в кронах, друзья. Такая красота. Наверное, кстати, зря делал пропуск, потому что и лесников сегодня здесь тоже не будет. Смотрите, какой прекрасный здесь лес. За моей спиной какие открываются виды. Если будете в Крыму летом, не сидите только на пляже. Лучше приезжайте, конечно, весной, чтобы пройтись по этой тропе. Потому что здесь цветут цветы, всё зелено, поют птицы. Но зимой так по-другому здесь. Тоже очень интересно. Я вот вижу эти вершины. Снегу кажется, что они так близко. Но на самом деле до них ещё часа полтора-два точно нам топать. Вот так вот. Но оно того стоит. Одна из моих любимейших троп, Таракташская, которая действительно стоит вашего внимания. Это также тропа здоровья. Идя по ней, вы оздоравливаетесь. Потому что здесь, наверное, один из лучших воздухов, который вообще есть в Крыму. Здесь и море. С моря дует воздух. И плюс вот эти сосны, они тоже вырабатывают свои фитноциды, которые благоприятно влияют на вашу дыхательную систему. Не зря здесь доктор Боткин сделал свою тропу и ходил по ней, лечился. Также те, кто болел с туберкулезом, я знаю, здесь ходили, лечились. В общем, и тропа некой там действительно помогала. Поэтому стоит задуматься. Если у вас есть какие-то проблемы, то нужно действительно попробовать. Почему нет? Насладитесь этой шикарной природой, заодно и подлечитесь. Рекомендую. Дошел до вот такого места в горах. Это называется ресивер водопада Учансу. Летом он был переполнен, вода бежала вот с этой трубы, я помню. Мы еще здесь умывались. Давайте посмотрим внутрь, что у нас там. Внутри крышка открывается свободно. О, смотрите, вода есть прямо из-под Горена. Она поступает вот так, бурлит. Это все поступает, скорее всего, в водопад, либо... Нет, там труба есть по какому-то трубопроводу, скорее всего, уходит в Ялту. Вот так я вижу, прозрачная, скорее всего, даже питьевая. Вот так, друзья. Источники бьют сейчас из-под горы. Так, закроем, как и было, аккуратно все. Все, вот на такой высоте он находится. Вон, где Ялта и где источник. Ну, а наш путь лежит выше. Пойдемте, не будем задерживаться, потому что сейчас через часа три стемнеет. Закат у нас будет, но закат не будет, погода пасмурная. Но будет темно, мы должны за три часа успеть подняться. Что я заметил? Посмотрите, под большими соснами повырастали, видите, маленькие сосенки. Им буквально год-полтора, и, видите, лес сам себя восстанавливает. Вот. Сосны действительно очень еще мелкие, только растут. Но через 40-30 лет они превратятся вот в такие гигантские сосны. И будут радовать людей уже в будущем. Надеюсь, что они переживут эти холода, этот мороз, маленькие сосенки, и вырастут. Видите, действительно очень много. Видимо, этот год дал урожай на сосну. Оставим тут послание человеку идущему. Блин, и месяца. Крым. Я люблю Крым. Первые дикие животные, которые попались на моем пути. Это две собаки. Чтобы понимали, людей рядом вообще нет. Идите сюда. В общем, не хотят подходить. Так, друзья, мы уже на финишной прямой. Остался последний рывок. И мы дойдем до хребта Тарактаж. Там запущу квадрокоптер. Вот такая тропинка идет. И вот тут за вот этими соснами, вон видно верхушку этого хребта. Конечно, идти по такой тропинке довольно опасно, потому что одно неверное движение. И катишься вон туда, кубарем вниз. Тем более сейчас еще снег. В общем, идти не очень комфортно. Нужна супер хорошая обувь для таких прогулок. Но здесь уже повеселее. Вон я вижу эти заснеженные деревья, когда мы уже к ним дойдем. К этим деревьям. Но красота крымского леса. Смотрите, тут даже птицы у нас уже поют. Слышно? Вау. Ну что, делаем последний рывок. И на дереве обнаружил вот такую штуку. Не знаю, напоминает мне чем-то лицо. Но с одним глазом страшно все так сбоку смотреть. Не знаю, видно вам или нет. Реально немного похоже. Так, друзья, зимой сюда лучше не ходите. Потому что есть действительно страшные и опасные места, по которым буквально не каждый сможет пройти. Одно из таких сейчас я прохожу. Посмотрите, за мной моей спиной просто склон вниз. И дальше обрыв там начинается. Если не дай бог соскользнуть, не знаю, нужно будет что-то цепляться. Здесь снег, все скользкое. И подъем, чтобы вы понимали, какой. Вот. У-у-у. Как сейчас бы туда залазить? Все в снегу. Все скользкое. Благо кто-то прошел, видно следы. Но человек спускался оттуда. Как он спускался? По снегу, не представляю. А кому не подниматься по снегу? В общем, подъемы есть вот такие. При подъеме есть вот такие места, которые, ну, действительно опасные. И в одиночку, если туда скачешься, честно говоря, даже боюсь смотреть назад. Так, все. Здесь дорога у нас обрывается. Ровно такой склон. Он очень скользкий. Как по нему пробираться? Пойду, наверное, по снегу. Не по натоптанному, потому что там очень скользко. Блин, все. Друзья, тупик. Че делать? Возможно, камера не передает этого наклона. Тут только где-то 75 градусов. Но может 70-65. Вот такой вот. Вот он. Видно вам? Мне нужно так как-то заползти. Тут буквально метров 6 пролезть вверх. И все. Дальше уже легче будет. Просто как-то хвататься руками. Я не знаю, что делать. Раскапывать руками себе эту дорогу. Потому что, да, человек тоже хватался руками. Видите, след от руки его. Господи, зачем мы сюда полезли так? Это он так спускался. И видно, что он тут подскользнулся даже по следам. Да, друзья, немного осталась рука. Рука, рука, рука. О, я это сделал. Вот этот долбанный спуск. Летом легко по нему проходить, когда он не скользкий. Но сейчас это очень сложно было. И страшно. Не рискуйте. Здесь на скале висит вот такой значок. Таракташская написано. Идем в верном направлении. Поднялся немного на смотровую площадку. Так. Опасность, конечно, максимальная. Смотрите, что сзади. Обрыв. Так, вот так, чтобы вам было видно, где мы идем по хребту горки. Друзья, какая красота за моей спиной. О, конечно, это очень экстремально. Очень страшно. Но оно того стоит. У-у-у! Такое эхо идет. Блин, сейчас лесников все, наоборот, позову. Лесники сейчас на моё эхо придут. Но у меня пропуск, нам нечего бояться. Так, делаю панорамную съемку для вас, чтобы вы тоже полюбовались этим невероятнейшим видом. Который открывается на горы, на лес, на море, на яуту. Смотрите, откуда мы с вами пришли. Какая здесь красота. Здесь так тихо, спокойно. Не слышно никаких городских шумов. Просто идеальное местечко. Небо еще у нас такое пасмурно, такие тучи зависли. На ночь, на сегодня, передают тоже снегопад и мороз до минус 7 градусов. Поэтому ожидаем. Пошли сугробы. Конечно... Ой-ё! Еще идем по склону. Это очень сложно. Вот дорога вниз. Здесь было перила. Тут буквально под снегом один лед. Сейчас покажу вам. Доберемся до второй перила, если пройдем этот участок, конечно. С сугробами. Ой-ё! Слушай, перила. Ура! Смотрите, что здесь под снегом. Видите? Кажется, что это снег. Но это настоящий лед. Просто кусок льда, глыбы. Видите? И не знаю, этот снег резко начал таять. Потом замерз, видимо, за часик. И вот весь этот склон под снегом покрыт просто льдом. Это еще один сложный участок. Прямо перед самой вершиной. Но взгляните на эти красоты. Вот и начинается тракторский хребет. Как он выглядит. Сейчас выйдем на площадку смотровую. И там уже с вами взлетим на квадрокоптере. Поднялся еще выше. Смотрите на это горное образование. Вот так просто пластами идет. Очень это все необычно видеть. Тем более зимой, когда здесь еще есть снег. Но идем еще повыше. Там будет интересней. Этот хребет-терактаж напоминает какую-то древнюю стену. Вот он так идет. Просто ровно. Смотрите. И тогда дальше продолжается. К сожалению, вот в таких ракурсах ничего не видно. Поэтому мы двигаемся в сторону смотровой площадки. Чтобы там взлететь на коптере. Как же это выглядит необычно зимой. Посмотрите на эти скалы. На этот хребет. Который припорошило снегом. Так. Поднимаемся. Вооо. Вот это ракурсы. Это уже все. Тысяча лайков. За такой ракурс. Здесь у нас сосны. Которые покрыты снегом. И льдом. Смотрите на эту красоту. Вот ради этих кадров мы сюда. И пришли с вами. Уже не дождусь, когда мы запустим квадрокоп. Перенадеюсь, что от мороза не отключится у меня. И нормально выполнить свои функции. Так. Идемте еще. Смотрите, друзья. Очень необычная. Шикарнейшая. Природная достопримечательность Крыма. Зимой мечтал здесь побывать. Вот еще одна мечта исполнена. Зима в горах. Это прекрасно. Обожаю свои вот такие вылазки. Зимние. Да не только зимние. Друзья, насколько это круто и красиво. Посмотрите на эти сосны. Они все в снегу. Все во льду. Как это круто. Взгляните, какая зимняя сказка здесь в горах. Просто сосны обледенели. Гора в снегу. Выглядит невероятно. Мне так нравится сейчас. Я здесь один. Просто один где-то в горах. А как буду отсюда выбираться? Еще не знаю. Но точно спускаться обратно я не буду. Потому что спуск был... Подъем был очень сложный. Спуск будет еще сложнее. Но полюбоваться такой красотой мы с вами должны были сегодня. Оно, честно говорю, того стоило. Еще снег срывается. Красота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Здесь ничего нет Просто лес Все поросло лесом Просто Как отсюда выбираться без понятия Как вам такой Крым Посмотрите Как здесь сейчас холодно Вы не представляете Я нашел Дорогу Ура Теперь мы точно не забудем Я иду по дорожке Все нормально Только вот руки замерзают Нужноfrom перчатки брать не подумал про них но ничего разогреемся в кафешку дойдем попьем горячего чая там какие-то пейзажи просто северного полюса ветки у деревьев чтобы понимали какие все это хрустит так идти еще далеко камера замерзает тоже отключается на этом морозе друзья сильный ветер начался но ради вот эти сказки зимней нужно было сюда подняться сосны все так выглядит очень необычно зимой конечно ветер смотрите гонит этот снег метель настоящая у нас здесь и снег и метель и туман все сегодня собралось в одном я уже вышел на дорогу благо здесь ведь она без снега очень удобно по ней идти правда на ней лед но все равно это лучше чем было идти по тракторской тропе которая скользкая вся с приеме здесь уже мы спокойно без проблем сейчас доберемся но пока полюбуйтесь вот этими соснами действительно на крым не очень похоже трудно все представить что такое бывает в крыму но мы с вами сегодня конечно сделали такой топовый маршрут который думаю вряд ли кто-то зимой будет повторять это еще раз повторюсь очень опасно очень сложно вы тоже не рискуете не ходите по нему зимой летом то свободно можете от зимой ни в коем случае там есть три участка сложных прям которые трудно проходить не рекомендую вам и все же насколько это все красиво ветер снег мороз обожаю такую погоду рад что вас смогу сегодня вот так вырваться и показать все это вам вижу впереди лужу вспомним немного детства прокатимся служу проехали чистый лед ветер вроде бы немного успокоился потому что здесь деревья с двух сторон идти очень комфортно сейчас и получаешь удовольствие когда идешь среди такого леса сейчас мы спустимся в ялту я поеду в судак там конечно все не совсем не так там нет снега у нас там все спокойно намного теплее нет вот таких шикарных деревьев а здесь тоже летом какой-то тонкий а тонкий очень толстый чтобы вы понимали насколько здесь холодно даже на соснах появились сосульки вот так зима я уже практически дошел осталось совсем немножко ветер и туман разыгрались посмотрите буквально 50 метров и уже ничего не видно просто метель ветер дует подымает этот снег он метет как-то так сегодняшний наш наша прогулка ну что друзья ура я дошел до кафешек сейчас идем в кафе сельва греться пить чай и потом будем думать как нам отсюда спуститься вот кафешка пойдемте ну что друзья я уже дома хочу сказать большое спасибо хозяину кафешки который довез меня до автовокзала в ялте потому что машин сегодня на и петре было очень мало и остановить попутку было практически невозможно в общем я дома все нормально жив целый здоров сейчас для вас буду монтировать этот видеоролик он получился сегодня максимально лично для меня экстремальный потому что поднимались по такой тропе было местами действительно очень страшно что не пройду перед возвращаться назад плюс дикие животные которые меня напугали то дикие кабаны здоровенные тоже было страшновато что они нападут потому что много слышал истории александр не ходи там дикие кабаны не нападают на людей все такое в общем никто на меня не напал все нормально если что на вершине горы на плато был сильный ветер это конечно помешало но все равно получился вот такой интересный видеоролик я надеюсь что он вам понравился обязательно прошу поддержать его большим пальцем вверх написать свой комментарий поделиться с друзьями и конечно же приглашайте своих друзей на канал если вдруг еще не подписаны обязательно подпишитесь потому что такой крым вы ни у кого больше не увидите какой еще нормальный блогер пойдет пешком от ученцу наверх зимой по снегу по льду я думаю что больше никто но с вами был я александр михаленко встретимся уже завтра либо послезавтра новом видеоролике всем пока кстати я завел яндекс дзен туда публикую все свои ролики с ютуба кому интересно ссылка будет закрепленном комментарии всем пока